привет всем кто смотрит это видео у меня в голове уже давно висит одна идея раму для мотоцикла или питбайка можно попробовать сделать самому но это ни хрена не просто для того чтобы сделать раму мне нужен будет стапель его сегодня я и буду делать начнем а пока железо зачищается от ржавчины расскажу немного про стапель в интернете есть куча примеров стапелей они все разные но их задача одна и та же жестко зафиксировать трубы и куски железа чтобы при сварке их не повело и рама получилась с ровной геометрией значит стапель должен быть тоже жестким и ровным я взял за основу одну несложную конструкцию и чтобы ее собрать мне будут нужны металлический профиль два метра пойдут на основание а еще один для передней и задней стоек а также профиль поменьше для ножек пластины для крепления стоек втулки и различный крепеж ось с конусами для рулевого стакана и весь поворотный узел и так стапель у меня будет складной для того чтобы сделать складную конструкцию я в профиле буду сверлить отверстие насквозь через все три трубы и закреплю на вот такой оси диаметром 12 миллиметров ну что отверстие в профиле я уже просверлил особой точности там не требовалось потому что передняя стойка крепится не по отверстиям а по своим плоскостям предварительно собрал уже стапель выглядит он вот таким образом основание не шатается она тоже лежит в плоскости на своих ножках передняя стойка двигается вперед и назад и благодаря этому в этот стапель можно уместить любую раму по длине короткую или длинную но есть один момент я пока не могу сделать достаточно точно вот этот узел который будет держать рулевой стакан оставлю это на потом а пока что займусь более простыми вещами закреплю ножки и поработаю с задними стойками так Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы это все зафиксировать имеется вот таких два крепежных элемента которые сжимают трубы и фиксируют вставленные элементы довольно таки надежно дальше все элементы протягиваются до необходимого усилия ну и вот в принципе можно уже и раму сюда поставить ну а теперь отдельно по узлам крепежные пластины 6 миллиметровые болты 10 миллиметров здесь болт ось 12 миллиметров поворотный узел все-таки сделал но из всякого дерьмища поэтому его как и обещал буду переделывать уже с большей точностью ось 15 и конуса которые центрируют вот этот рулевой стакан здесь также 12 ось притягивается и центрируется по плоскостям этого профиля вот здесь в каждой трубе в вареные перемычки для жесткости чтобы профиль не сменялся при затягивании гайки ножки также из профиля ничего сложного у них нет единственное что добавил сюда болты просверлил отверстие и теперь они регулируются по высоте обычная пластина 4 миллиметра болт десятка вот это интересный элемент поперечная труба которая также ложится в плоскость основания и к ней будут крепиться элементы рамы ведь не все рамы открытого типа как на пикбайках есть еще и полу дуплексные дуплексные рамы у них трубы начинаются здесь подходят к рулевому стакану в плоскости можно будет их отлично закрепить это крепежный элемент центральной трубы рамы ничего сложного два уголка и болт который притягивает трубу но вот такую не сложную конфигурацию уже можно попробовать сделать в этом стапеле рама от питбайка она же не сложная там два фиксированных элемента средняя труба и рулевой стакан еще я подумал что геометрия рамы это три основных точки рулевая колонка угол и высота двигатель и задние проушины для крепления маятника пришла в голову еще одна идея в заднюю часть стапеля можно добавить дополнительные крепежные элементы на которых будет собираться маятник и маятник точно также можно будет сделать с помощью этого стапеля уже потом все можно будет соединить объединить жестко закрепить и получить готовую полностью геометрию будущего питбайка или мотоцикла это что получается новые идеи для новых видео а